здравствуйте это формула бежу меня зовут ольга я мастер я делаю украшения а еще я снимаю для вас обзоры про материала фурнитуру и камни которые я использую своих украшениях сейчас лето вторая половина июля прекрасная погода поэтому обзор будет немного в урезанном формате в такую погоду в такое время года учитывая наше северное короткое лето а я нахожусь сейчас в ленинградской области под санкт-петербургом в такое лето конечно хочется уделить время своей семье себе своему саду и в общем как-то почувствовать что лето есть поэтому обзора может быть немного короче чем вы привыкли но тем не менее это полноценный обзор я расскажу плюсы минусы расскажу как я использую те или иные компоненты я хочу сказать что все что вы видите в обзорах я выбрала сама купила за собственные деньги изучила и показываю вам если этот товар хороший я в дальнейшем его использую для изготовления своих украшений если товар плохой я об этом говорю и как правило даже ссылку на него не оставляю предостерегаю вас вот покупки а сейчас я ненадолго прервусь открою пакетики с фурнитурой чтобы не шуршать в кадре и поставлю в духовку сливовый пирог и пока я снимаю в пирог должен быть готов и в конце я вам покажу что у меня получилось вернуть через несколько секунд итак я подготовилась к съемке распаковала все кроме вот этих вот пакетов и в этих пакетиках у меня в принципе однотипный товар но который я обязательно должна вам показать это латунные проставочные бусины у меня в двух размерах 2 миллиметра и два с половиной миллиметра и в двух оттенках вот два два с половиной еще три миллиметра у меня самые востребованные размеры этих бусин и вот здесь самые лучшие проставочные бусины из тех которые мне удавалось покупать на алиэкспресс по 100 штук в всех бусин два и два с половиной миллиметра в двух оттенках по золото 18 карат и родим и чем же эти бусины хороши чем они отличаются от других которые вы можете возможно купить где-то в других местах знаете я покупала разные здесь они толстенькие достаточно тяжелые и они литые то есть они сделаны не из оболочки я не знаю понимаю понятно я выражаюсь понятно о чем я говорю они такие как бы не сформированные в шарик они отлитые виде шарика но возможно это прокат и в них сделано отверстие и они такие достаточно увесистые для своего размера эти бусины не деформируются их достаточно затруднительно если вы вдруг захотите из такой бусины сделать кримп это будет достаточно затруднительно потому что у него у них толстая стеночка сжать конечно можно но не для этого эти бусины эти бусины шикарные проставочный материал но и в кроме того у них очень хорошее покрытие приличное отличные проставочные бусины мне сейчас вот лично я остановилась на этих и покупаю только эти мне они очень-очень нравятся у продавца есть лоты по 50 и по 100 штук и несколько размеров но у меня самые востребованы от 2 до 3 миллиметров остальные по случаю а вот эти пополняю постоянно открывать я их не стала потому что они запечатаны фабричным способом и мне нужно их просто объединить в одну ячейку и чтобы тут вот это вот все не разводить в кадре я вам показываю вот так в принципе я думаю что вы поняли как они выглядят для тех кто подустал от моих рассуждений про то как важны проставочные бусины хорошего качества хочу показать вам редкого гостя у меня так точно в первый раз это жемчуг сваровский это оригинальный жемчуг сваровский это абсолютно точно я получила его вот в таком вот виде вот в таком замаркированном пакетике здесь указан артикул 58 10 размер 650 честно говоря не знаю я не очень сильно в маркировке сваровский но ведь это 650 она у всех одинаковая но мне кажется что это не цвет цвет по моему 58 10 так и количество по позициям самых крупных 12 5 штук по 25 4 5 6 и 10 штук 8 миллиметровых к сожалению не было 10 миллиметров если мне кто-то скажет где можно купить жемчуг сваровский 10 миллиметров 58 10 тонн по адекватной цене буду очень благодарна упаковочка обошлась мне где-то чуть поменьше чем 1400 ну вы зайдете по ссылке ссылку на жемчуг и на все товары которые будут в обзоре я оставлю под видео вы сами решите дорого это для нас или нет сейчас жемчуг сваровский очень часто из по понятным причинам выпадают либо размеры либо цвета и как бы купить вот всю линейку достаточно сложно вот у у меня выпала 10 миллиметровый 10 миллиметровый размер давайте сейчас достану ну вот такими отрезочками я получила жемчуг ну качество видите какое покрытие жемчуг сваровский один из лучших жемчугов которые делаются по типу жемчуга майорка достаточно устойчивое покрытие хороший люстру покрытия в общем все здесь хорошо плохо только то что невозможно купить всю линейку все время нужно составлять ребус из того что тебе надо и того то что есть в наличии у разных продавцов но вот жемчуг майорка оригинальный на алиэкспресс есть теперь покажу вам шикарный лот совершенно я про него забыла и вот я его получила кто смотрел на предыдущий обзор где я рассказывала про цепь которая называется ролла или бельцер я говорила что все хорошо только плохо что нет вроде я совершенно забыла что вроде я заказала у другого поставщика у другого продавца я ее получила просто отличная цепочка 4 миллиметра есть разные оттенки мне кажется здесь немного отличается рельеф от той которую я показывала раньше мне кажется то выглядит поглажем но здесь метр по очень приятной цене звенья не запаянные то есть их можно использовать например как маскировочные звенья закрывать ими кримпы в общем можно использовать как цепь самостоятельно просто отличный лот вот просто отличный и есть другие оттенки ну как бы везде есть какой-то нюанс здесь нюанс состоит в том что только размер 4 миллиметра размер злина больше нет он 4 миллиметра цепочка отличная теперь покажу вот такие карабины 20 миллиметров и у меня покрытие родии ну там написано что это карабин для ключей может и для ключей он достаточно такой толстенький так пружинка работает хорошо карабинчик массивный толстенький такой уверенный я не знаю как для подвески наверное крупный а вот в качестве например замка для крупного браслета когда браслет заканчивается крупными какими-то звеньями или для колье может быть для колье даже которая предназначена что-то типа сатуара может быть в несколько оборотов просто как такой элемент использовать просто отлично и мне вот очень нравится магазин погуляйте по нему посмотрите возможно вы и другие товары интересные в нем найдете магазин очень любопытный в котором я покупала эти карабины что-то у меня еще было из этого магазина и здесь очень приятная цена то есть за 5 карабинов но абсолютно вменяемая цена в общем посмотрите я вот их первый раз как в носке не знаю покрытие качественное выглядит отлично но такие толстенькие массивные и сейчас будет короткая рубрика мои маленькие помощники в ней я покажу пинцет но вот не этот про который у меня многие спрашивают пинцет такой конструкции называется обратный пинцет этот я покупала в оффлайне давно и ссылку оставить не могу и даже честно говоря не очень помню где я его покупала он у меня немножечко стал такой слабенький заказала другой пинцет такого же плана посмотрите как он выглядит в сравнении с моим у меня есть такой тонкой нержавеющей стали а здесь прямо он такой добротный немножко матовый изогнутый кончик и он такой крепкий вот чем эти пинцеты отличаются от других и чем они хороши именно для съемок но и может быть не только для съемок вы один раз открываете нажимаете и дальше этот пинцет зажимает и держит ваш предмет сам то есть вы можете не опасаться что в кадре у вас что-то улетит вам не нужно постоянно держать вы можете перемещать этот предмет в общем для съемок вещь очень полезная вот у меня вот этот немножко слабенький тоненькие маленькие вот этот покрепче и он мне действительно очень понравился но единственно он не знаю как он маленькие предметы ну в принципе маленькие предметы он тоже берет и держит очень хорошо и уверенно размеру он около 15 сантиметров на этот пинцет я оставлю ссылку он уже зашла речь о пинцетах покажу вам еще один пинцет просто специально его достала тоже очень очень добротный тоже куплен мною на алиэкспресс с такими широкими кончиками это пинцет конечно не для украшений но по крайней мере он продается как кухонный пинцет я его так и использую если кто-то солит рыбу или вообще готовит рыбу нужно вынимать кости вот это просто отличный вариант стоит я не знаю по моему до 100 рублей очень недорогой очень очень качественный выглядит просто шикарно ну вот как будто бы они из одной серии но это разные магазины покупала в разное время вот это только сейчас пришел вот этот купила уже достаточно давно и я думаю господи как я без него жила потому что я постоянно либо сама солю рыбу либо покупаю большие кусочки соленой рыбы и вот эти вот хребтовые кости их надо как-то вынимать здесь прекрасное смыкание зубцов он очень такой крепкий уверенный в общем отлично оставлю ссылку хотят и не по теме следующая позиция которую непременно тоже хочу вам показать это вот такие вы диски у меня двух размеров 4 и 6 миллиметров по моему там есть еще восемь не помню если другие цвета но тоже посмотрите по ссылке но вот эти диски они настолько выручают в некоторых ситуациях когда не знаешь какую проставку сделать между бусинами очень красиво они все это обыгрывают сейчас покажу вам так вот смотрите 8 миллиметровые бусины 6 миллиметровый диск 6 миллиметровые бусины 4 миллиметровый диск вы понимаете что также можно и два диска использовать и какие-то еще проставки между ними в общем диски смотрятся отлично должны быть по умолчанию как мне кажется но использование там каждый в меру своей фантазии и необходимости по дизайну и прежде чем посмотреть завершающий этап нашего сегодняшнего обзора я хочу вас пригласить на мой канал в яндекс дзене к сожалению другие площадки которые я рассматривала как вариант для размещения своих роликов мне не подошли по разным причинам telegram не подошел совсем потому что он не поддерживают формат сколько-нибудь продолжительного видео в общем пока яндекс дзен как альтернативная площадка для размещения моих ролик я буду развивать этот канал и возможно там даже какие-то плюшки будут для тех кто подписался вот поэтому у меня просьба вот просто просьба пройдите пожалуйста по ссылке под этим видео на канал яндекс дзен он также называется формула бежу там уже залито несколько роликов наверно 8 или 9 роликов и сегодняшний ролик тоже там будет и просто как резервный канал подпишитесь пусть он будет для того чтобы нам не теряться мало ли что и как я уже сказала возможно это тот канал куда я буду выкладывать какие-то свои либо рецепты украшения как я это называю не мастер-класс именно из чего сделаны те или иные уши что такое то чего не будет на ю тубе вот просто подпишитесь смотреть можно там где вам удобно то есть либо здесь на ю тубе либо в яндекс дзене пока просьба просто подпишитесь а мы дальше смотрим очень интересные элементы это элементы это элементы из одного магазина пришли они в одной посылки и начать я хочу вот такой дивные розочки просто она прекрасная вот так выглядит с оборотной стороны вот так выглядит сбоку и здесь открываются просто какие-то сказочные просторы по дизайну то есть эту розочку можно использовать естественно как коннектор как разделитель рядов например в браслете как подвеску в серега я делала вот такой вот карет типа галстук и использовала вот эту розочку здесь у меня как вы видите вот это вот одна нить вот так вот она идет вторая нить идет в перекрестие и внутри там у меня еще кримпы здесь у меня поставлены еще кримпы и шариками я закрыла тросик для того чтобы не было здесь никаких нитей ну а выглядит вот так вот хвостики выглядит вот так такое как бы для девушки для девочки такое колье на каждый день эти хвосты они разные длины простой такой вариант но в принципе достаточно стильный но это как вариант можно естественно сделать не крест накрест как здесь у меня а можно располагать нити ровно тогда будет браслет но вот здесь у меня вот так потому что нити идут крест-накрест тоже кстати интересный вариант в общем роза мне понравилась она такая непошлая я бы сказала что она тоже в стиле даже не роза может быть камелий в стиле шанель в общем такой цветочек в принципе достаточно прилично выглядящие мне понравился по размеру 12 миллиметров высота на миллиметра 34 вы увидите сколько отверстий как можно закрепиться еще вот такие вот элементы немного изогнутые пластины это тоже как коннектор или как широкий разделитель рядов в общем функционал вы придумаете сами я вам просто показываю сколько точек крепления где они расположены и как это выглядят очень красивая пластины геометрично и кстати там по ссылкам есть еще и более такие закругленные не такие четкие линии таки больше форма подушки есть в общем посмотрите по тем ссылкам которые я оставлю вы легко все это найдете красивый элемент с ним я еще не работала но что-то можно придумать форма немного изогнутая вы видите да вот можно кстати вот так располагать вертикально тоже как для колье галстук в общем идей тут очень много может быть просто показываю свет позолота здесь достаточно яркий но он в принципе например такой же как на дисках лимонное европейское золото такой полноценное такой яркий лимон и еще один элемент вот такой вот коннектор на 5 выводов с оборотной стороны вот так выглядит то есть он двусторонний а сверху вот такой ажур сбоку вот такое отверстие значит смотрите неудобно мне показывать отверстие меньше трех миллиметров а вот это вот расстояние и как вы видите она такой формы треугольный есть если кто-то планирует сюда шнур подумайте-ка какой шнур сюда войдет не всякие значит что это может быть либо коннектор для создания многорядных бус потому что здесь есть где вот здесь вот закрепиться да ну соответственно любую подвеску можно сделать подвижными частями такие коннекторы я не видел еще не в работах не в каких-то обзорах не избитая модель мне очень понравилось можно создать очень интересное современное украшение какой-то галстук такой длинные нити вот общем фантазия сразу начинает работать а на сегодня я заканчиваю съемку мне пора выключать мой сливовый пирог еще не знаю как он получился сейчас сниму покажу вам вставлю кадры в самом конце видео а пока я желаю всем хорошего летнего настроения всего вам самого доброго а пока всем пока